Лечить больных некому. В районной больнице Унген не хватает 45 медицинских работников, из-за чего пациентам иногда приходится ждать приема у нужного врача по несколько месяцев. Единственный молодой специалист, который устроился в Унгенскую больницу в прошлом году – Оксана Коллега. По ее словам, в отличие от многих сверстников, она решила остаться в Молдове, чтобы быть ближе к семье. У нас очень большая нагрузка пациентов, больше, чем положено. Но мы справляемся. Стараемся, чтобы пациенты вылечились и остались довольными. Другой врач Мариана Бутучел из плюсов отмечает возможность карьерного роста. В районных больницах можно накопить огромный опыт работы. Специалистов мало, а поле деятельности куда больше, чем в Кишиневских и других крупных больницах. Дефицит кадров – давняя в Унгенской больнице проблема. Опытные врачи уходят на пенсию, замена им не приходит. Кардиолога и ревматолога нет уже лет 7-8. Врач вышла на пенсию и уехала к детям в Кишинев. В этом году два хирурга уехали проходить резидентуру в Румынию. Так что срочные операции – проблема. Нужны неонатологи. Положены четыре, а у нас только один. И тот по профессии анестезиолог-реаниматолог. Ситуация сложная. Человек болеет и вынужден ждать, когда подойдет очередь. Можно умереть, так и не дождавшись. Специалисты учатся, работают, но зарплата низкая. Вот и выбирают чужие страны. Бедные дети уезжают, чтобы заработать на хлеб. Врачи здесь с любовью выполняют свою работу, но пациентов много и можно не успеть. Вот вчера один врач работал целый день и до вечера даже не выпила чашки чая. По данным Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты, в Молдове не хватает порядка 1400 врачей. Больше всего востребованы офтальмологи и педиатры. Чтобы мотивировать выпускников медицинских учебных заведений оставаться в стране, власти увеличили единовременное пособие для врачей, работающих в районах, до 120 тысяч леев. Кроме того, с 1 апреля 50 тысяч медработников получат надбавку к зарплате 10%. Она полагается сотрудникам со средним образованием и вспомогательному персоналу.